Вы слушаете канал жаж.клаб. Человек, который знал все. Глава 37. Парадигма. Пол пытался понять, как ему дальше поступить. Хотелось просто исчезнуть, и больше не существовать. Но внутри теплилась небольшая надежда на то, что его ждет приятный вечер в его холостяцкой квартире с любимой книгой в руках и с бокалом розы. Он сейчас бы все что угодно отдал за такой вечер. Временами через пелену болезненной ауры прорывались теплые воспоминания. Его первый поцелуй за стадионом с первой красавицей школы. Получение аттестата с отличием. Овации, любовь и безграничное счастье. Но все это меркло с его тщеславным желанием быть лучше всех остальных. Ему даже та первая красавица не очень-то и нравилась. Ему хотелось, чтобы все завидовали и знали, что он первый. Молодец. Половина. Ты рвался выше к солнцу и спалил свои крылья ко всем чертям. И ведь ничему не учит жизнь. Это уже не первый раз, когда меня вот так вот роняют об пол головой. Господи, если ты все же есть, помоги мне, пожалуйста, выбраться. Я начну праведную жизнь, Пол шептал и молил о помощи. Его губы шевелились с трудом, так как сердце начинало сдавать и сил почти не оставалось. Ему казалось, что дыхание смерти у него на затылке, серьезно, пол. Обращение к Господу. Смешок, мерзкий, грубоватый, в той же стороне, где раньше ему чудилась смерть, Марк, я тебя умоляю. Мы ведь с тобой когда-то были друзьями. Пол был омерзителен самому себе. Мольба — это то, до чего он никогда не опускался. Лесть, подхалимство, сладкая ложь, но никогда мольба. Пол, мне льстит, что ты просишь и Господа, и меня, ставя нас в один ряд. Уверен, что эти исследования помогут мне превзойти Бога, тщеславие. Вот что их объединило в свое время. Они мечтали покорить мир. И каждый из них понимал, что кто-то рано или поздно должен будет подчиниться другому. Полу, несмотря на то, что он был лаборантом на службе у Марка, казалось, что это лишь временная расстановка вещей. Чтобы Марк сделал все для него, а потом Пол сможет прийти на все готовое, что с моими показателями. Полу было тяжело. Он закашлялся. Из воздуха возникла рука лаборанта, которая протянула ему стакан воды с трубочкой. Когнитивные способности проверить на данный момент тяжело. Тебе нужно восстановиться. Мы призвали на помощь доктора Элизабет. Все, что есть у нас в резервных препаратах, мы используем. У нее есть доступ к препаратам из закрытых генетических исследований. Твое сердце сильно пострадало. Марк провел рукой по его щеке. С трепетом и неж. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб